Пять миллионов артснарядов и десятки баллистических ракет отправила Северная Корея в Россию, заявил министр обороны Южной Кореи Син Ван Сик. В Белом доме утверждают, что КНДР поставляет в Россию оружие с сентября 2022 года. В обмен на боеприпасы и ракеты Москва делится с Пхеньяном нефтью, продовольствием и военными технологиями. Есть опасения, что Северная Корея может попросить помощи в разработке ядерного оружия, космических технологий и модернизации обычных вооружений, тем самым усилив свой военный потенциал. Син Вун Сик, министр обороны Южной Кореи, в интервью японской газете Йомиури Симбун. И хотя Северная Корея поставляет России значительное количество артиллерийских снарядов, их качество сомнительно. Издание The Moscow Times пишет, что российские военные критикуют северокорейское вооружение. Наибольшие претензии у них к качеству и количеству пороха в снарядах. Боеприпасы КНДР чаще всего применяют в ситуациях, где точность стрельбы не важна. Северная Корея десятилетиями находятся под жесткими международными санкциями. Однако благодаря российским военным заказам Пхеньян сумел оживить свою экономику. По информации Bloomberg, в 2023 году ВВП Северной Кореи увеличился более чем на 3% по сравнению с 2022. Это наибольший рост с 2016 года. Экономический рост возглавили отрасли тяжелой и химической промышленности, которые увеличились на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. Хотя в отчете не говорится, занимаются ли эти отрасли производством оружия, в нем отмечается рост производства первичных металлов, к которым относятся железо, сталь, медь, никель и алюминий. Из публикации агентства Bloomberg. Северная Корея, реализуя такое сотрудничество с Российской Федерацией, получает для себя дополнительные возможности для усовершенствования собственного технологического потенциала. То есть, если северокорейцы анализируют ситуацию с поставками оружия России и с качеством этого оружия, то в этих обстоятельствах у них появляется шанс модернизировать собственное производство, военно-промышленный комплекс для того, чтобы выпускать, грубо говоря, меньше брака. Хакеры из Северной Кореи атаковали или взламывали компьютерные системы различных оборонных и инженерных компаний, включая производители танков, подводных лодок, военных кораблей, истребителей, а также ракетных и радиолокационных систем. Говорится в докладе Федерального бюро расследований США, Агентства национальной безопасности США, Национального центра кибербезопасности Великобритании и Национальной разведывательной службы Южной Кореи. Авторы документа подчеркивают, эта глобальная операция кибершпионажа показывает, на что готова пойти Северная Корея для реализации своих военных и ядерных программ. Никита Скобликов для телеканала Freedom.